Участники вебинара, я надеюсь, меня видно, слышно хорошо. И мы можем начать нашу сегодняшнюю встречу. Отлично, слышно, все отлично. Встреча у нас будет сегодня посвящена такой теме, как дополненная реальность. Совсем недавно о ней заговорили и в среде образования, и в библиотечной практике. Тема интересная, востребованная. Поэтому решила посвятить вебинар, один из своих в серии, как раз проблемам использования дополненной реальности, проблемам использования сервисов для ее создания, в том числе дополненной реальность в самом широком смысле этого слова, включая и QR-коды. Начнем с того, что же такое дополненная реальность. Обозначается часто английскими буквами AR, от английского Augmented Reality, дополненная реальность. То есть это такая среда, которая в реальном времени дополняет наш физический мир, который мы видим цифровыми данными. Эти данные мы можем просматривать с помощью каких-либо устройств. Чаще всего это планшеты, смартфоны, которые позволяют увидеть вот эти цифровые объекты через камеру устройства. Здесь используется технология наложения цифровой информации на то изображение, которое мы видим через камеру. Дополненная реальность – это всего лишь одно из понятий. Есть еще реальности виртуальная и смешанная. Виртуальная реальность – это созданный техническими средствами мир, который передается человеку через органы чувств. Но и есть еще гибридная и смешанная реальность, которая объединяет оба этих подхода. То есть виртуальная реальность, она создает этот мир, а дополненная реальность, она дополняет физический мир цифровой информацией. Понятие дополненной реальности существовало уже довольно давно, и история этой дополненной реальности начинается в 50-60-х годах прошлого века. Тогда в 60-х годах был запонтентован вот такой вот прибор, который назывался Сенсорама. Его изобретатель Мортон Хейдинг называл его окном в виртуальную реальность, театром погружения. С помощью этого устройства можно было просматривать специальные фильмы, созданные для этой Сенсорамы, то есть погружаться, по сути, в виртуальную реальность. Пока еще не дополненная, но виртуальная. Со временем появляется и дополненная реальность. В 68-м году появилось вот такое вот странноватое устройство, которое называлось Дамоклов Меч. Это уже была первая система дополненной реальности на основе вот такого головного дисплея. Здесь были очки, которые крепились к потолку конструкции. Нависало сверху над испытуемым, поэтому такое название. Через эти очки транслировалась картинка с компьютера, и в зависимости от поворота головы участника эксперимента эта картинка менялась. То есть вот уже прообраз дополненной реальности в 68-м году был такой фантастический прорыв. Но уже в 90-е годы само понятие дополненной реальности появилось. Тогда его начали использовать инженеры. Например, на заводах Boeing при сборке самолетов необходимо было снизить затрату на дорогостоящие диаграммы, которые размещались на фанерных щитах для инженеров, которые занимались сборкой этих самолетов. И чтобы не менять надписи на этих щитах постоянно, была придумана вот эта вот система дополненной реальности. У инженеров были специальные шлемы с очками, через которые они просматривали техническую информацию, которую меняли с помощью компьютера. Вот так впервые и в технику вошло понятие дополненной реальности. В 95-м году появились первые мобильные устройства, но назвать их мобильными, правда, было сложновато, но на смартфоны они были мало похожи. Это был переносной дисплей с закрепленной камерой, который снимал объект, и видеопоток обрабатывался этим компьютером, дисплеем, и выводились цветные метки с описанием объекта, который попадает в зону видимости камеры. А в 99-м году появилась первая библиотека приложений для создания как раз дополненной реальности. И именно тогда начали стыковать компьютерную графику и реальный объект на экране. Если в нескольких словах, то дополненная реальность, чтобы ее создать, достаточно четыре составляющих. Первая – это должна быть веб-камера. Вторая – это смартфон или планшет с установленной программой. То есть уже три. И четвертая – это маркер. То есть объект, который будет распознаваться через камеру смартфона или планшета. Маркер – это любой статический объект, который не изменяется во времени. Это может быть стена дома, достопримечательность, памятник. Это может быть книга, другое печатное издание. Как работает эта технология? Мы запускаем приложение, программу, установленную на смартфоне или планшете. И наводим камеру мобильного устройства на вот этот самый маркер, на этот объект, к которому прикреплена дополненная реальность. Камера срабатывает, через приложение считывается информация и выводится на экран в виде цифровых меток. И мы можем видеть 3D-модели, мы видим, как картинки могут оживать, как запускается видео. Мы можем переходить на какой-то сайт с дополнительной информацией. И многое-многое другое. Таким образом, у нас целый мир начинает превращаться в большой пользовательский интерфейс. Наводя камеру смартфона на любые, в принципе, объекты вокруг нас, мы можем получать дополнительную информацию с помощью разных цифровых меток. Таким образом это работает. Проще всего, конечно, эту технологию отрабатывать на смартфонах и планшетах, потому что это удобно, это мобильно, и там есть возможность устанавливать программное обеспечение. Поэтому чаще всего сейчас приложения дополненной реальности используются для мобильных устройств. Чтобы конкретный пример привести, далеко ходить не надо. Это известная игра Pokemon Go, которая стала самым ярким, пожалуй, примером использования дополненной реальности. Как раз дополненная реальность начала сначала в технической сфере распространяться, а потом дошли до развлечений и игровых приложений. Сейчас на основе дополненной реальности выпускается огромное количество игр. Одним из самых первых и ярких стал Pokemon Go. В 2016 году выпустили эту игру, до сих пор она не потеряла актуальность, до сих пор в нее играют. Все сложилось очень удачно. Более 100 миллионов человек скачали себе эту игру. Но смысл был в поиске покемонов среди реальных объектов города. Дальше эту технологию взяли на вооружение создателей других игр, и не только компьютерных. Настольные игры тоже не стоят на месте. Например, компания LEGO активно ведет разработку игр с использованием IR-технологий. Например, на коробках многих LEGO игр сейчас можно увидеть специальные метки, считывая которые, вы получаете 3D-модель объекта, который можно будет собрать с помощью этого конструктора. Например, так. Далее. Еще одна важная сфера, где сейчас IR используется – это медицина. Тут уже прямо глаза разбегаются от возможностей. Это, прежде всего, различные визуализации данных прямо на планшете, УЗИ, например, различные другие манипуляции, в том числе и оперативные, помогают в работе медикам. Разрабатываются приложения для людей ограниченных возможностей, слепых или глухих, которые сообщают об окружающих предметах или показывают субтитры. Далее, IR-технологии развиваются и в образовании. Сейчас очень много различных издаются учебных пособий с дополненной реальностью, которые позволяют увидеть виртуальные интерактивные объекты. Это может быть модель какая-нибудь ДНК, например. Различные интерактивные иллюстрации. Это могут быть видео, запущенные, например, из учебника истории, та или иная сценка, отрывок из документального фильма. Широко это используется в технических областях обучения, например, обучение инженерным специальностям, где можно заниматься 3D-моделированием и смотреть, как выглядит та или иная модель в 3D-пространстве. Вот таким образом это все работает. Более подробно о особенностях использования дополнительной реальности в образовании я вам сейчас отправлю ссылку в чат. Здесь более 20 примеров использования дополненной реальности в образовательном процессе. Возможно, какие-то идеи вам покажутся интересные, какие-то материалы вы возьмете себе на вооружение. Далее, если продолжить тему, где это еще можно встретить, это можно встретить в туризме. Эту технологию наверняка встречались с различными виртуальными указателями, справочной информацией, которую можно считывать опять-таки через смартфон. Такой виртуальный экскурсовод может поводить и по каким-то достопримечательностям, рассказать о том, как они выглядели раньше, дать какую-то справочную информацию, даже, может быть, какую-то 3D-модель запустить в объемном формате. Ну и, наконец, где быстрее всего, наверное, нашли распространение этих технологий, это в рекламе. Здесь есть свежесть и новизна формата, и необычность. Интересную идею воплотили, например, в Икеа. Еще в 2014 году они предлагали своим пользователям, своим покупателям примерять мебель из каталога прямо у себя дома, используя как раз дополненную реальность. То есть, наведя камеру смартфона на ту или иную часть своего дома и выбрав из каталога понравившуюся модель, можно представить, как она будет выглядеть вживую. Вот таким образом все это развивается и появляются новые приложения. Чаще всего, конечно, для развлечений, но и не только. Есть очень много интересных приложений, которые можно использовать в повседневной жизни. Я вам несколько ссылок сейчас в чат отправлю, чтобы можно было посмотреть на эти приложения, может быть, что-то вас заинтересует. Первое на экране называется «Виртуальная линейка AirMajer», способная определять расстояние между объектами в виртуальном пространстве. Это может пригодиться и в обычной жизни, когда необходимо что-то срочно измерить. Это может пригодиться и в различных квестах, например, когда мы загадываем определенное место и можно до него каким-то образом добраться. Три метра в одну сторону, пять метров в другую и так далее. С использованием этого приложения можно проводить в том числе и квест. Google Translator – тоже хорошее приложение. Оно позволяет переводить текст, который видит камера в реальном времени. То есть наводим камеру на тот или иной объект с иностранной надписью и камера помогает нам ее быстро перевести в режиме реального времени. Приложения эти разрабатываются и для Android, и для Apple техники, поэтому сейчас можно совершенно спокойно зайти и скачать большую часть из них бесплатно для использования. Еще одно интересное приложение называется SkyMap. Google SkyMap позволяет узнать, какие звезды видны на небе. То есть наводим камеру смартфона на небо, считываем информацию, а дальше появляется обозначение светил, созвездий, звезд и тому подобное. Я вам ссылки на эти приложения отправила в чат. Если вам интересно, можете потом по ним, да и сейчас можно по ним походить и посмотреть, как это все выглядит на самом деле. Ну и еще одно интересное приложение. Покажу Sketch IR. Это рисование с помощью дополненной реальности. Как это работает? Если вы хотите научиться рисовать, но по самоучителям это не получается, то можно использовать такую технологию. Приложение использует дополненную реальность. Вы берете чистый лист, выбираете картинку, которую хотите нарисовать. И дальше с помощью камеры смартфона проецируете на лист бумаги. Обязательно нужен формат А4, белый лист. На нем проецируете изображение объекта. Ну а дальше остается карандашом только ввести получившийся объект на бумаге. Таким образом получается рисунок. И самое, наверное, долгоживущее приложение для IR-технологии – это вот это приложение – ВикиТюб. Оно связано с Википедией. Это так называемый виртуальный экскурсовод. Вы двигаете камеры смартфона в режиме реального времени вокруг, на том месте, где вы находитесь. А дальше камера считывает информацию вокруг вас и дает вам цифровые метки, где какие объекты расположены – кофейни, гостиницы, достопримечательности и тому подобное. Информация берется из Википедии и из сервиса TripAdvisor. Вот оттуда. Это вкратце о технологиях дополненной реальности, о том, что это и как это сейчас используется и развивается. В связи с этим вопрос, а как же тогда работать с дополненной реальностью, как ее можно использовать в школе и в библиотеке. Первое, что можно сделать, это использование специальных изданий. Для библиотек это актуально. Сейчас очень много книг издается как раз с метками специальными, которые позволяют активировать дополненную реальность и оживить картинки книги. Ну, например, сейчас я видео попробую запустить как это может выглядеть такая книга. Финалуазые-производства Здесь вот книга с интерактивными метками, которая через планшеты или через смартфон считывается и активируется дополненная реальность, появляются 3D-модели, в частности, динозавров. В некоторых продвинутых изданиях эти модели можно двигать, перемещать с помощью курсорчиков, которые появляются на экране. Такие специальные издания сейчас издаются, библиотеки их приобретают, и можно их использовать на мероприятиях библиотеки, советовать читателям. Что еще можно сделать с дополненной реальностью, кроме того, что пропагандировать книги? Можно еще использовать готовые приложения, уже созданные, использовать их на мероприятиях библиотеки, подстраивая под себя. Ну, а из того, что я называла, например, можно использовать ту же самую виртуальную линейку в создании квеста, можно использовать рисование с помощью дополненной реальности, если у вас есть, например, какая-то творческая студия в школе или в библиотеке. И можно, наконец, пойти третьим путем, это создавать самим инструменты дополненной реальности, приложения. Ну вот, забыла еще одно приложение назвать, которое тоже можно использовать в библиотеках и в школах, в том числе и на уроках английского языка. Это, например, переводчик. Ну, альтернатива Google переводчику есть еще вот такой. WordLens Translator тоже позволяет переводить надписи с одного языка на другой. Это можно использовать тоже при создании квестов, например, различных игровых ситуаций на уроках английского языка, когда можно развесить надписи по библиотеке или по школе, ну, а затем дать задание участникам, используя камеру смартфона с приложением, считывать эти надписи, разгадывать загадки и квесты. Еще одно приложение, которое не библиотечное, но можно его использовать в библиотечной практике, ну, и на занятиях с детьми в школе, с младшими школьниками, например, так называемой виртуальной раскраски. Самая известная виртуальная раскраска называется Live Coloring. Вообще, если набрать в поисковике, то таких раскрасок очень много создается. Часть из них бесплатная. Есть условно бесплатные, ну, вот Live Coloring – одно из них. Здесь можно бесплатно скачать несколько страниц с раскрасками, распечатать их на принтере, ну, и затем дать ребенку, который будет их раскрашивать и рисовать. Ну, а затем с помощью планшета или смартфона попросить ребенка навести камеру на получившийся рисунок, ну, дальше раскраска живет. Вот такой вау-эффект можно использовать, опять-таки, на занятиях в детской студии, для внеклассных мероприятий, при работе с младшими школьниками, например. Интересное приложение. Можно попробовать и взять на вооружение. Для более старшего возраста, для взрослых и для старшеклассников можно использовать вот такое приложение, которое называется Our Minds IR. Он позволяет создавать новый формат мероприятий, дополненная реальность позволяет видеть, что думают участники. Их мысли и идеи появляются у них над головой в качестве вот таких вот облачков, как реплики у персонажей в комиксах. И учитель или библиотекарь сразу может видеть ответы каждого из учеников или каждого из школьников на свои вопросы. Причем их можно помечать, правильные и неправильные. Вот красненьким отмечены на неверные, зеленым – правильные. К сожалению, это приложение работает только для техники Apple. Нам нужен планшет с Apple, либо смартфон, iPhone для того, чтобы работать в этом приложении. Но оно довольно интересное. Как оно работает? Для учителя или библиотекаря нужен планшет с установленным приложением, а ученикам нужны мобильные устройства. На эти мобильные устройства можно скачать специальный чат Our Minds, а можно взять уже готовый Twitter или Telegram. Важно, чтобы они у всех были. Далее. У учителя есть девайс с приложением. Он заранее перед занятием назначает каждому месту в аудитории свой какой-то номер. Это можно делать на листочках, разложить перед каждым участником листочек с его номером. Далее учитель заходит в это приложение в режиме разметки и указывает камере, где какое место расположено. Ну, а дальше каждое занятие получает свой номер. Участники заходят в виртуальную комнату по этому номеру. Либо через чат, либо через Twitter, либо через Telegram они могут общаться, посылать свои сообщения и реплики. Учитель получает эти реплики и транслирует их в таком виде. Вот эту картинку можно вывести на весь экран. Тогда все участники будут сразу видеть мнение друг друга. Каждый из участников заходит в виртуальную комнату, называет свой номер. Ну, а далее он может в чат посылать свои реплики. Таким образом, вы можете опрашивать участников мероприятия, узнавать их мнение, голосование проводить. В общем, таким образом, вы, не теряя времени, можете сразу увидеть, провести опрос мнений всех в аудитории сидящих. Приложение платное, оно 3 доллара стоит. Чат бесплатный, он скачивается отдельно. Но единственный недостаток, что здесь нужна техника Apple. Для андроида пока это недоступно. Библиотеки сейчас идут по пути создания самим своих программных решений, своих программных продуктов. Вот одно из таких приложений, которое тоже можно скачать и которым можно пользоваться. Это проект, библиотечный проект Анны Ахматовой. Компания «Сириус» создала его специально для Центральной библиотеки номер 197 в Москве. Библиотека имени Анны Ахматовой. В чем суть приложения? При наведении смартфона или планшета на специальные метки, появляется фигурка поэтессы в режиме 3D, и при нажатии кнопки звучат стихи в исполнении известных людей. Фигурку можно увеличить, поставить ее рядом с кем-то, можно делать фотографию вместе с этой фигуркой. Ну вот как это выглядит, давайте посмотрим. На шее мелких четок ряд, В широкой муфте руки прячу, Глаза рассеянно глядят, И больше никогда не плачут. И кажется лицо бледней От леловеющего шелка. Почти доходит до бровей Моя незавитая челка, И не похоже на полет. Походка медленная эта, Как будто под ногами плод, А не квадратики паркета. Ну вот такое вот программное решение. Я вам в чат отправила, Ой, извините, никак закрыть ее не могу. Я вам в чат отправила метки. И эти метки можно скачать, Установить приложение и попробовать самим. Такую игру, не игру. Ну, в общем, вот такую манипуляцию со смартфоном Можно предложить своим читателям, Предложить им загрузить приложение, Распечатать эти метки, Развесить их или разместить на библиотечной выставке, Посвященной, например, Ане Ахматовой. И так участники будут знакомиться со стихами, И такой вау-эффект получится От вашей выставки библиотечной. Ну и на уроках литературы можно сделать примерно то же самое. Еще одно интересное приложение, Это уже приложение музейное. Так называемые музейные картины С помощью дополненной реальности оживают. Как это работает? Приложение Артефакт называется, Создан оно под эгидой Министерства Российской Федерации, Платформа дополненной реальности. Надо установить это приложение, Оно работает и для Android, и для Apple техники. Далее выставка называется «Картина в деталях», Ее можно найти на сайте этого сервиса. Дальше нажимаем на кнопку «Дополненная реальность» И открываем камеру смартфона с приложениями. Считываем картину с экрана, И дальше появляется на экране смартфона дополнительная информация. Вы можете смотреть за происходящим, Перелистывать странички, Получать дополнительную информацию, Многое-многое другое. Этот проект работает и в музейных залах, И дистанционно с помощью компьютера Тоже можно познакомиться таким образом с картинами. Хорошее дополнение к урокам искусства в школе И хорошее дополнение к мероприятиям в библиотеке. Можно рекомендовать читателям и показывать, Как пользоваться этим приложением на мероприятиях в библиотеке. Ну и, наконец, еще одно приложение, Музейное и не музейное, Называется оно «Хистар». Оно принципиально отличается от всего того, Что я вам раньше показывала, Потому что это приложение немножко сложнее. Оно связано еще и с геолокацией. Приложение «Хистар» помогает передвигаться по городу, Находить виртуальные объекты. В данном случае это будут различные известные личности, Которые встречаются на улицах известных городов. Сейчас приложение работает для Петербурга и для Москвы. Поэтому, если вы являетесь жителем одного из этих двух городов, Вы можете его скачать и попробовать с ним попутешествовать по улицам города. Здесь можно встретить и Пушкина, и Ломоносова, и Петра Первого, И Наполеона, и Гагарина, и Чайковского, И многих других известных личностей. Опять-таки, на видеокамеру смартфона, На какие-то объекты, которые вам подскажут по карте, Вы можете получить дополнительную информацию о персонале, Можно с ним сфотографироваться, создать селфи, Можно устроить целый квест по поиску таких героев. Но вот пока только из русских городов два города работают, Еще есть Париж и Лондон, если интересно. Здесь для создания интерактивного такого приложения, Дополненной реальности, используется принцип GPS-навигатора, Который позволяет находить местоположение ваше, И в зависимости от этого выстраивать ваш маршрут, Показывать вам объекты на карте, И 3D-модели воспроизводить. Вот несколько приложений, созданные, которые можно использовать, Уже готовыми вариантами. Ну и третья часть нашего вебинара, расскажу несколько слов о том, Что можно сделать самим, своими руками, Не обладая особыми знаниями в технологиях специальных, Что можно сделать прямо здесь и сейчас. Ну самый простой вариант, если вы впервые начинаете работать с этой технологией, Можно начать с QR-кодов. О QR-кодах, я думаю, слышали все, Они используются широко и на любом изделии, Которые вы покупаете в продуктовом магазине, Например, наверняка он присутствует в QR-код. На печатных изданиях на многих есть. Сейчас с помощью таких кодов передается очень много справочной информации. Здесь можно зашифровать ссылку на какой-то сайт, Можно справочную информацию, можно рекламу. Поэтому QR-коды сейчас активно используются и в школе, и в библиотеке. Ну вот в библиотеке, например, можно делать указатели со справочной информацией. Можно таким образом раздавать ссылки на скачивание электронных книг. Можно размещать эти QR-коды на библиотечной выставке. Делать рекламу с помощью этих кодов. Ну и самый интересный, пожалуй, вариант – это игры и квесты с использованием QR-кодов. Как эта технология работает? Для начала покажу вам пример использования QR-кодов. Например, был один из квестов. Веб-квест назывался он «Детективное расследование о кладе Стеньки Разины». Размещен он на сайте, на портале, вернее, Вики Сибириады. Он там и проводился несколько лет назад. Один из самых известных, наверное, с использованием этих кодов. Цель была найти в Волгограде место, где зарыто сокровище Стеньки Разина. Было три опергруппы следователей, к которым присоединялись участники. Для начала нужно было с помощью QR-кодов расшифровать показания трех свидетелей. То есть их опросить таким образом. Выбрать в зависимости от этих показаний маршрут и по нему двигаться. По ходу отмечать свои передвижения, посылать сообщения в Твиттер, выполнять ряд заданий по фотографированию каких-то объектов. Затем, после того, как группа добралась до нужного места, они получали, в случае, если правильно пришли, получали опять новый QR-код с новой зашифрованной точкой на карте и двигались дальше. Если же маршрут был бы выбран неверно, по ходу участники получали новый опрос свидетелей, еще три новых QR-кода с тремя новыми показаниями. Дальше редактировали свой маршрут, ну и продолжали по нему двигаться. Вот таким образом можно с помощью кодов устраивать квесты. Не обязательно это делать на территории города. Городской квест можно с помощью QR-кода организовать дистанционный квест, высылать участникам QR-коды по ходу выполнения ими отдельных заданий. В общем, с помощью кода можно зашифровать практически любую информацию, дать ссылки на полезные сайты со справочной информацией, различные ключевые слова таким образом рассылать и многое-многое другое. Вот пример еще одного городского квеста уже по улице Мармавира. Если вам интересна информация, то вот она. Ну и еще одну ссылку дам. Это интересный опыт работы с QR-кодами. Статья Елены Гавриловой, ведущего библиографа Национальной библиотеки Республика Карелия о том, как в этой библиотеке работают с QR-кодами. Вот несколько ссылок, которые помогут вам сориентироваться, если вы только начали работать с этой технологией. Как создается QR-код, как его самостоятельно сделать? Сейчас в интернете достаточно много есть сайтов и сервисов, которые позволяют генерировать коды различные, цветные, черно-белые. Есть даже сайт, который позволяет конструировать динамические коды. Это полезная вещь, если, например, у вас предполагается, что код будет распечатываться. Например, вы издаете листовки, маршрутные листы с кодами, и приходится менять информацию внутри этого кода. Например, что-то изменилось, ссылка поменялась, либо ключевое слово изменилось, либо что-то другое. В итоге, чтобы не распечатывать заново и не переделывать заново QR-код, можно попробовать сервис для создания динамических кодов. Вы просто заходите на сайт, меняете информацию. Код остается тот же, информация внутри поменялась. Полезная вещь, которую можно использовать. Далее для участников, которые будут их считывать, нужно устанавливать тоже программное обеспечение. Это будет считыватель QR-кодов. Есть для айфонов, есть для андроида. Я две ссылочки на слайды поместила. Если не встроен, например, говорят о том, что в Вайбере сейчас есть автоматический считыватель QR-кодов, если у вас на телефоне нет, то можно бесплатно скачать себе такой считыватель, и вы будете получать дополнительную информацию, использовать на мероприятиях библиотеки. Еще одно мобильное приложение называется Vula.me. С его помощью тоже можно создавать квесты. Как оно работает? Создатели Vula.me позиционируют его как сервис для обмена секретными сообщениями с другими. Мир весь превращается в один чистый холст, на котором вы можете написать какую-то информацию, которую будут видеть только избранные, у которых есть это приложение Vula.me. нужно установить, конечно, это приложение на мобильный телефон. Далее направляем камеру смартфона на какой-то объект на экране, физически неподвижной стеной, чаще всего это стена, дверь. И далее вы на экране смартфона рисуете, либо пишете какую-то информацию. Она сохраняется, но так невооруженным глазом ее, конечно, не видно. Рассылаете приглашение другим участникам, они находят это место, наводят камеру с установленным приложением и могут считать ваше секретное сообщение. Вот такой немножко шпионский сервис. Сейчас покажу, как он работает. Это тестирование Марины Курвиц. Она попробовала протестировать этот сервис, организовать квесты с детьми. Я сейчас расскажу на задачу своих родителей, где будут тестировать сервис дополненной реальности Valla.me. Буду тестировать на своих детях и покажу вам, как он работает. Я создала для них квест. Я на стенах спрятала определенные наклики. Я сделала для них закодированное предложение. Их задача при помощи тех надпись на стенах, которые они сейчас найдут, при помощи этого первого, раскодировать мое предложение. Сейчас тогда расскажу. Вот смотрите, друзья. Вот видите, здесь в блокноте наверху первая строчка, та, которую нужно раскодировать. Не очень писать на воздухе. Не очень. А девчонки сейчас находят мои тайные послания. Покажу, как это работает, как они рассказывают, как это работает. Эвелин, подноси телефон. Она сканирует и появляется определенная надпись. Это не А, это просто уголок. Это типа Л, короче. Это просто символ, да. Означает? Так, я снимаю именно экран. Пойдут на концерт. Да, я знаю, что он будет. Вот, это следующая надпись. Пойдут на концерт. Мне кажется, я знаю, что сделано. Пиши, я тоже знаю, давай. Так, Марго теперь запишите. Вот таким образом работает это. Можно использовать в качестве квеста для школьников, для читателей библиотеки. Можно просто делать интересные надписи и предлагать их, расшифровать. Интересный сервис можно попробовать. Он бесплатно скачивается на мобильный телефон. Можно попробовать протестировать его на стенах школы или библиотеки. И отправить учащихся для поисков. Сервис интегрируется с картой. На этой карте видно, где находится тот или иной объект. Остается только скачать приложение и отправиться по карте в нужное место. А дальше искарать секретные надписи и их расшифровывать. Еще одно приложение, раньше называлось Aurasma, сейчас называется HP Reveal. Используя технологию дополненной реальности, оно позволяет оживлять страницы журналов, фотографии, афиши, ну и другие печатные издания. Приложение использует камеру смартфона, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, идентифицирует различные объекты из окружающего пространства. На экране смартфона вы можете видеть, что поверх этого объекта накладываются либо видео, либо картинки, либо фотографии. Называется это все Ауры. Вот такую Ауру можно увидеть через смартфон. Раньше HP Reveal работал на компьютере. Можно было эти Ауры создавать у себя на компьютере. Сейчас эта возможность приостановлена. Сервис обещает в 2020 году масштабное обновление. Пока веб-версию компьютерную они закрыли, все аккаунты уничтожили. Если вы когда-то регистрировались на этом сервисе год назад и далее, то возможно аккаунта уже нет в живых и придется его восстанавливать на мобильном устройстве. Сервис сейчас работает только с мобильных устройств, хотя это немножко проще. Как выяснилось, на компьютере все-таки довольно тяжелая навигация и очень сложно без кабучалок разобраться, что к чему. На смартфоне разобраться с сервисом можно практически в несколько нажатий. На всякий случай я вот несколько скриншотов сейчас разместила на слайдах, чтобы было понятно, как это работает. Вы сначала должны создать здесь свой аккаунт. Называйте адрес электронной почты. Далее придумывайте имя своего аккаунта. Оно либо ваше имя, либо какой-то никнейм, но он будет именем вашего канала так или иначе. Придумывайте пароль. Ну а дальше переходите к созданию ауры. Вам тут же предложат сфотографировать какой-то объект. Это может быть обложка книги, какой-то объект, стена дома, какая-то достопримечательность. В общем, тот объект, который будет дальнейшим маркером, с которого будет считываться эта информация. Если вы, например, создаете выставку в библиотеке, то можно отсканировать обложку книги, например. Далее вы переходите в редактор и добавляете те самые слои, оверлей или ауры к этому объекту, сфотографированному объекту. Их можно загружать с мобильного устройства. Для этого выбираем вкладку «Девайс» и кнопку «Оплод». Нажимаем для загрузки. Если у вас заранее на смартфоне нужно все это сохранить. Фотографии, которые вы хотите наложить поверх, либо видео, сохраняется, а затем загружается через кнопку «Оплод». Ну вот, допустим, поверх изображения мы загрузили еще одну какую-то картинку, еще одно изображение. Дальше вы можете поворачивать ее в разные стороны, развернуть так, как считаете нужным, и установить ее место поверх изображения. Главной фотографии. Обязательно называем это как-то и обязательно добавляем в свой канал «Public Auras». Публичные ауры доступные. Да, на планшетах тоже можно работать. Это приложение доступно и для Android, и для Apple. Можно и приложение, и смартфон. Я тестировала на смартфоне, все хорошо, поэтому я думаю, на планшете тоже проблем не возникнет. Главное сделать эту ауру, эту вашу картинку, доступной, чтобы она была на канале «Public Auras». Обязательно. Это первый шаг. Далее. А что делают… После этого ваша аура доступна к просмотру. А что делают те, кто хотят ее просмотреть? Вам нужно загрузить это приложение к себе на смартфон, либо планшет. Дальше. В поисковой строке «Открыть приложение» и в поисковой строке «Набрать название канала, на котором размещена эта аура». Канал этот откроется, и нажимаем кнопку «Follow» – «Следовать». А вот теперь вы можете просматривать все ауры, созданные на этом канале. Ну вот я, например, взяла путеводитель, один из путеводителей по Кипру, дополнила его видеоинформацией. Вот картинка, которую можно отсканировать. Если вы сохраните эту презентацию, то можете потом после окончания вебинара поэкспериментировать, скачать это приложение H-Perievill, оно бесплатное на смартфон, присоединиться к моему каналу, название канала внизу – C-Violet, ну и попробовать эту картинку. Ее, в принципе, можно прямо с экрана компьютера попробовать отсканировать, и поверх нее должно загрузиться видео. Я надеюсь, что у меня все получилось правильно, по крайней мере, я протестировала, у меня все работало. Поэтому вот так, поверх этой обложки должно получиться видео с морем. Вот, море будет шуметь и замечательно переливаться. Вот, это как тест этой технологии. Чем хорош H-Perievill? Ну, во-первых, благодаря тому, что он переехал на смартфон, и стала очень простая навигация, в нем очень просто разобраться. Кроме того, здесь и создается аура буквально за 40 секунд. Вот, если у вас заранее все материалы подготовлены. Сервис бесплатный, здесь нет практически ограничений. Единственная трудность для просматривающих. Им нужно загружать название канала и присоединяться, иначе аура недоступна, к сожалению. Вот. Но ждем 2020 года. Создатели сервиса обещают какое-то грандиозное, супермасштабное обновление. Возможно, появятся какие-то новые интересные возможности, о которых мы пока не догадываемся. Давайте еще одно посмотрим приложение. Оно заслуживает внимания, потому что оно на русском языке. Это новинка стартап наших. А, сделаешь все плавно? Ну, не знаю, посмотрим. Будем надеяться на лучшее. Пока возможности бесплатно спешим пользоваться. Приложение «Русский стартап», российский стартап «Аргин». Сервис, с помощью которого можно насыщать дополнительной информацией, дополненной реальности любые печатные издания. Книги, газеты, банкноты можно, например, дополненной реальностью. Я вам сейчас покажу, как, кстати, это работает сразу, не уходя далеко. Ну, вот, пожалуйста, банкнота в 200 рублей. Сделано в этом сервисе «Аргин». Банк России вводит в обращение новую банкноту. Номиналом 200 рублей. В оформлении которой сохранена традиция изображения на деньгах знаковых отечественных памятников и архитектурных. Ну, снято через камеру планшета. Поверх банкноты транслируется видео. Дополненная реальность. Причем ее можно вращать, и видео будет тоже вращаться вместе с ней. Можно развернуть на весь экран, убрать обратно, как было. Это вот пример такой замечательной технологии. Любую печатную продукцию, все, что напечатано, вы можете разнообразить дополненной реальности, создав метки. Чем хороший сервис? Во-первых, он на русском языке. Во-вторых, здесь есть очень подробный обучающий материал. Вы можете скачать инструкцию. Вот рядом с красной рамочкой есть кнопка «Инструкция». Она скачивается, и вы можете прямо пошагово все рассмотреть. Там все очень подробно написано. Я взяла только часть этой инструкции, которая называется «Быстрый старт». Если вы хотите что-то очень быстро создать, то достаточно хотя бы прочитать эту часть инструкции. Регистрируемся в сервисе. Он работает через компьютер. А просмотр будет через планшет или через смартфон. Доступно для любых устройств. Android, Apple, любое. Ссылку на сам сервис сейчас дам. Сейчас найду, найду, найду. Нашла это для Google Play. Ну и вторая Apple. Ссылка. Походите, скачивайте. Бесплатная. Как это работает? Регистрируйтесь. Можно через компьютер регистрироваться. Но дальше можно установить на свой планшет смартфон и синхронизировать. Сразу будут два аккаунта и там, и там. Зарегистрировались. Дальше нажимаем кнопку «Создать маркер». Загружаем какую-нибудь картинку. Например, обложку книги, печатного издания, для которой вы будете создавать дополненную реальность. Она будет называться маркером. Вот он загружен. С правой стороны списочек того, что можно сюда добавить. «Картинки», «Слайд-шоу». Прям вот я сверху вниз сейчас иду. «Видео», «Аудио», «3D-модели» в режиме бета-тестирования пока, «Тексты» и даже секундомер. Выбирайте. Ну, я, например, «Видео». У меня была ссылка на видео, я решила поверх картинки добавить видеоролик. Добавила ссылку и «Сохранить». Кроме того, что можно добавлять ссылки, здесь можно загружать со своего компьютера какой-то контент, со своего девайса. Я протестировала и то, и другое, поняла, что со своего девайса работает лучше, чем если через ссылку. Поэтому, если есть возможность, лучше загружать с компьютера. Но далее остается только «Сохранить». Вот такой слой будет создан поверх вашего стартового изображения. Такая аура будет создана. Ну, а далее начинаются интересные манипуляции. У вас появляется вот такая надпись. «Маркер ожидает монет от пользователя». Что это такое? Сервис условно бесплатный. И это его главный минус. В бесплатном аккаунте вам дают 5 монет. Для активизации этой картинки, для того, чтобы ее можно было считывать, нужно заплатить монетку. Одна монетка – это один день просмотра. Вот таким образом это работает. Монетки можно пополнить, конечно. 10 монеток стоит 490 рублей. Понятно, что технология «Дополненная реальность» – это довольно дорогостоящее удовольствие, поэтому сервис выживает как может. Хотя в условиях сервиса написано, что количество монеток может расширяться. Если ваша картинка пользуется большим количеством просмотров, то вам насчитают монетки в ваш аккаунт. Поэтому чем лучше вы будете популяризировать свое изображение, чем больше будет у него просмотров, тем больше вы сможете на нем заработать монеток и оплатить дальнейшее его продвижение. Бесплатно дается 5 монеток, то есть это можно одну картинку на 5 дней активировать, либо можно создать 5 картинок и каждый один день использовать. Далее, вам эту картинку должен подтвердить модератор. Вы назначаете, допустим, одну монетку и нажимаете «Активировать». После этого у вас маркер стал активным, и вы сможете его просматривать целый день. Вот таким образом это все работает. Вот, например, картинка, которую я взяла прямо на этом сервисе. Там есть целая галерея таких интересных картинок интерактивных. Если хотите удивить кого-нибудь вау-эффектом, то вот, пожалуйста, вам ссылка. Очень интересная ссылка на примере. Я вот взяла эту картинку. Если вы приложение установите себе на компьютер, то можете прямо из моей презентации ее сосканировать и посмотреть. Она оживает. Здесь будет вода бежать, деревья шуметь, и все будет двигаться. Картинка превращается в видео. Там есть мультяшные картинки с северным оленем, которые превращаются в некий такой драматический комикс. Там всякие разные есть изображения. Вы можете в качестве примера посмотреть, как это работает. Вот такое тоже приложение. Поставил его на втором месте после HP Reveal, потому что оно все-таки условно-бесплатное. Есть ряд ограничений здесь. И еще одно приложение. Unite IR. Сейчас сразу ссылку дам на примеры. Тут есть целая галерея. Но вот если Argin у меня на смартфоне, на моем немножко неновеньком, очень неплохо установился и хорошо работает, то вот это приложение требует, наверное, хорошего технического оснащения. Потому что, хотя он у меня и установилось, это приложение, но камера сканировать не хочет упорно. Я не знаю, наверное, это связано с особенностями моего технического устройства. Но так или иначе, есть вот и такое приложение, иностранное Unite IR. Они себя позиционируют, как ведущую в мире платформу для создания дополненной реальности. С использованием разного цифрового контента. Тоже они используют в качестве старта любую печатную продукцию, обложки книг, афиши, журналы, газеты, все что угодно. Здесь есть бесплатный тариф, 15 дней. Здесь нет ограничений, то есть 15 дней вы совершенно спокойно можете создавать свои ауры и изображения с дополненной реальностью, если хотите, с одного аккаунта. Выбирайте его в качестве бесплатного, tryfree он называется, вы уйдете адрес электронной почты, и вам его активируют. А далее вот такой конструктор. Я опять вела тот же самый мой путеводитель по Кипру и добавила туда поверх него видео с YouTube. Кнопочки для добавления объектов находятся здесь с левой стороны. Можно добавить картинки, видео, горячие точки со ссылками на те или иные сайты, можно аудио добавить, 3D модели, и можно добавлять еще различные изображения, в том числе 360 градусов, в панорамной снимке. Прямо поверх путем перетаскивания размещаете нужный вам объект, а с правой стороны окошечко для редактирования. Вы можете отредактировать и писать, например, название или как-то изменить позицию размещения поверх вашего стартового изображения. Название вашей работы лучше написать в латинице, потому что кириллица здесь не воспроизводится в качестве названия. Но далее остается только сохранить и опубликовать. Вверху справа кнопка Save and Publish. Она позволяет публиковать готовое изображение. Сейчас покажу, что может в итоге получиться. По-моему, у меня есть видео по этому поводу. Да, есть. Сейчас я запущу его. Как это может выглядеть на деле. Ну, вот коробка яблочного сока, которая оживает с помощью этого приложения. Заходите, нажимаете кнопочку, сканируете камерой. Ну, а далее 3D-реальность. Вот такая. Здесь добавлены 3D-модели, которые двигаются. Вот даже обычную пачку яблочного сока можно вот таким образом оживить. Ну, понятно, что это используется чаще всего для рекламы. Но для образовательных целей можно оживать страницы учебников. Вот, например, страница учебника. Если сосканировать приложением, то здесь будут 3D-модели, если получится их рассмотреть. У меня смартфон не потянул, но вдруг у вас более продвинутая модель, поэтому можно присмотреться к этому приложению и попробовать хотя бы 15 дней. Совершенно спокойно его можно тестировать. Ну, и, наконец, последняя на сегодня технология, последний сервис, уже такой наиболее продвинутый, сервис Metaverse. Он позволяет создавать в условиях дополненной реальности квесты и викторины. Если до этого у нас были в основном какие-то справочные материалы, дополнительные видео, модели визуальные, то теперь можно с помощью этого сервиса создавать целые квесты и викторины для читателей библиотеки, для школьников и так далее. Опять-таки, сервис достаточно привередливый, требует хорошего технического оснащения смартфона и планшета. Лордж работает на планшете. Ну, сейчас покажу, как это работает. Так, Metaverse. Вот он. Давайте посмотрим, как он работает. Это как раз снято на уроке. Ну, в англоязычной школе, но тем не менее. Вот участники получают таких вот 3D-человечков, наводят камеру планшета, получают различную справочную информацию, либо отвечают на вопросы викторины. Там внизу есть кнопочки для ввода правильных и неправильных ответов. Находят этих человечков виртуальных, они им задают какие-то вопросы, и дети на них отвечают. Ну, и дальше переходят на следующий этап и так далее. Получается такой маленький квест, маленькая викторинка с дополненной реальностью. По сути, это та же игра Pokemon Go, поиски 3D-человечков, только с обучающей составляющей. Как это все работает? Мы регистрируемся в сервисе, он работает на компьютере. Для регистрации и для создания приложения заходим, регистрируемся. А дальше необходимо создать стартовый экран нашей будущей викторины. Вы выбираете из готовых шаблонов, любой, который вам понравится, назначаете его стартовым экраном, а дальше начинайте добавлять разные сценки. Если сцепить эти сцены между собой, как отдельные кадры, то у вас получается викторина. Вот, например, вопрос про белого медведя. Три варианта ответа. И в зависимости от того, какой будет выбран ответ, дальше идет следующий вопрос. Таким образом, стрелочками соединяем с собой несколько сценок, и появляется у нас такой квест, викторина от одного вопроса к другому. Двигаемся. Вы можете не задавать здесь вопросы, можно здесь располагать какую-то справочную, дополнительную информацию. Школьник, участник, читатель, вращаясь смартфоном в разные стороны, ищет человечков, различные 3D-объекты, которые отображаются в камере, получает информацию, следует инструкциям на экране и переходит от одного объекта к другому. Из того, что здесь интересно, здесь есть такая интересная опция Google Vision. Эта опция распознает картинки, загруженные с камеры, с фартфона, определяет вид объекта. Например, может распознавать улыбку, может распознавать некоторые объекты, некоторые тексты. Например, была такая история, что в библиотеке, например, предлагали сфотографироваться, сделать селфи улыбающиеся в библиотеке, отправить, и как только этот сервис распознавал улыбку, тут же выдавал переход на следующий этап. Это было как составляющая квеста библиотечного. Вот таким образом работает это приложение, можно попробовать, как в него попасть. Нужно зарегистрироваться, скачать его на свой смартфон или планшет. Далее получаете либо ссылку, либо вот такой вот замечательный QR-код. Считываете камерой смартфона, это приложение его моментально считает и откроет вам игру, викторину, и вы сможете по ней переходить. Ну вот опять-таки, если вы эту презентацию скачаете, то у вас этот код останется, и можете посмотреть, что за викторина за ним скрывается, попутешествовать по нему. Здесь есть возможность работать без привязки к геолокации, то есть, например, разместить этих человечков, условно говоря, вокруг ребенка, он будет отвечать на вопросы. А можно скрепить это геолокацией и… Да, на маленьком смартфоне… Нет, создавать лучше на компьютере, это 100%, а просматривать, отвечать на вопросы викторины можно и со смартфона, и с планшета. На планшете, конечно, удобнее. А есть возможность привязать это к геолокации, тогда можно устроить городской квест. Это уже будет 100% напоминать ловлю покемонов. То есть, у вас будет карта, где будут отмечены части вашего квеста, которые нужно найти. А дальше приходите на точку, приложение будет считывать геолокацию вашу, и открывать вам вот такую 3D-модель, которая будет задавать вам какие-то вопросы, вы на них будете отвечать, и двигаться к следующей точке на карте. Таким образом, здесь можно целые игровые квесты создавать. Ну, вот это вот скриншоты как раз с игры, которую проводила Sony Music, искали известных музыкантов по карте, которые задавали вопросы, ну и нужно было набрать определенное количество правильных ответов, чтобы завоевать призы. Ну, по сути, вот такой был музыкальный квест. Собственно, можно то же самое проделать и в библиотеке, либо в школе с помощью этого приложения. Главное, чтобы у участников оно было. Здесь есть более 100 шаблонов различных игр и викторин. Вы можете, если затрудняетесь с нуля начинать, можно взять уже готовый шаблон, наполнить его своим содержанием. Кириллица здесь поддерживается. Ограничений пока нет. Надеюсь, и не будет. Единственное, что нужно – хорошее техническое обеспечение. То есть, у участников смартфона хорошие, планшеты хорошие с приложением. Ну и, пожалуй, наверное, это самое главное. Геолокация привязывается почти для всех приложений, кроме HP Reveal, на компьютере создается контент. Создается материал на компьютере, а просмотр уже идет через мобильные устройства. Кроме HP Reveal, там нужно создавать все на смартфоне, а не возможности компьютерные убрали. А все остальное создается сначала на компьютере, а потом просматривается через смартфона. Геолокация создается через вкладку «Групп». Она тут присутствует. Вы создаете некую группу, вписываете туда географические координаты локации, ну и далее размещаете задания в вашей викторины. Есть подробные обучающие инструкции, есть видеоинструкция. Все ссылки на полезные материалы я зашифровала внутри самой презентации. Если вам необходимо, будет можно ими воспользоваться. В заключении еще одна последняя ссылка. Интересные кейсы по работе с дополненной реальностью, про виртуальные раскраски, про квесты и про многое-многое другое. Вот в этом материале. Это опять-таки Национальная библиотека Республики Карелия. Очень рекомендую. У них полезная и много информация. И они как раз очень много работают с дополненной реальностью. Поэтому, если только вы приступаете к ее изучению, можно с ними познакомиться. Ну вот, пожалуй, и все о дополненной реальности. Что бы мне хотелось сказать? Конечно, дополненная реальность – это безумно интересно. К сожалению, все упирается в техническое оснащение, потому что не все смартфоны, не все планшеты старого поколения, они не все поддерживают эту дополненную реальность. Нужно это принимать во внимание. Не все приложения работают стабильно. Но опять-таки, эта технология дорогая, поэтому не все сервисы бесплатные. Есть ряд ограничений. Но, тем не менее, попробовать стоит. Хотя бы QR-коды, которые работают стабильно, много и часто используются. Поэтому начать можно с них. Ну, а дальше вдруг вам понравится, затянет. Буду рада, если информация вам сегодняшняя пригодится. Презентацию, конечно, как всегда, можно скачать. Запись вебинара тоже будет. Спасибо большое, что вы были со мной в этом году. Надеюсь, в следующем наше знакомство с вами продолжится. Уже всего доброго вам. С Новым годом. Счастья, здоровья. Ну, и успехов, конечно, в нашем сайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...